Аэрокул сделали новые вентиляторы. Вообще, Аэрокул когда-то делали большое количество разных вентиляторов, и они одни из первых пробовали ставить светодиоды в свои вентиляторы. Но время поменялось, есть компании, которые вышли вперед, а Аэрокул сейчас стараются ловить фишку, и это молодцы. FUA. Скрытые распродажи по рассылке. Адресируемые RGB вентиляторы. Настроить, к сожалению, здесь нельзя. Называются они вот так вот, Аэрокул Орбит RC. Подсветка этих вентиляторов настраивается. Есть много режимов, целых 11 штук. Все они прописаны прямо здесь на пульте, с помощью которого управляешь этими вентиляторами. Можно регулировать яркость, можно регулировать скорость подсветки, в смысле анимации подсветки. И все это выглядит вполне себе сносно. Резиновые ножки у этих вентиляторов, вибрировать они в корпус не будут. И в принципе, ну они тихие. Я тут больше слышу людей, конечно, которые на первом этаже кричат и трудятся. А вот вентиляторы очень тихие, проблем с ними должно быть никаких. Единственное, что мне все-таки не понравилось, ребята, это то, что они подключаются либо по Молюксу, либо по трехпиновому коннектору. То есть регулировка оборотов этих вентиляторов в маленьких пределах, это во-первых. А во-вторых, то, что эти вентиляторы все-таки не подключаются к какому-то внешнему блоку, чтобы настроить их подсветку через материнскую плату, чтобы это как-то светилось все в унисон. Но при этом в комплекте идут специальные переходники, чтобы все это можно было соединить вместе и управлять подсветкой одновременно сразу на всех вентиляторах. Вот эти малышки уже называются Aerocool RF RGB PRO на 120 и на 140 мм. Смысл этих вентиляторов в том, что здесь уже подсветка не адресируемая. То есть каждая дельность этой вентилятора не светится своим цветом, а все светится вместе, одним цветом. И их тоже можно объединить в одну систему, но вот здесь как раз уже можно хотя бы выставить цвет свечения с материнской платы. И синхронизировать все это со всей своей прочей системой, потому что здесь обычный четырехконтактный разъем, который подключается напрямую в материнку. Ну, либо если не в материнку, то хватает переходников с Molex на вот такие вот четыре пина для того, чтобы все это запитать. Правда, тогда подсветку регулировать так просто не получится. Макс, давай идем дальше. Смотри, здесь еще последние вентиляторы. Остаются это REV BLUE и REV RED. Точно такие же, как прошки, только это уже не RGB модели. Это синяя подсветка, красная подсветка. И здесь стоят только 12-сантиметровые модели. Мне нравится во всех этих вентиляторах то, что они тихие. Они сейчас крутятся на своих стандартных оборотах. Они трехпиновые. То есть там обороты плюс-минус на 50-100 оборотов. Разница в тишине не играет никакой. Но они тихие. Но я вот впритык сижу к ним, я ничего не слушаю. Это здорово. Выглядит хорошо. На всех есть резиновые ножки. Все сделаны качественно. И такую штуку хочется видеть в своей системе. Ждем вентиляторы на тестировании. Ждем вентиляторы в продаже, когда к нам приедут. Потому что выглядит у них, конечно, хорошо. И зная Аэрокул, стоить будут немного. Это, наверное, самое приятное, что есть в Аэрокуле. Спасибо за просмотр. Обязательно оцените видео. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Руди. Пока.